За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 127 происшествий. Из них 17 преступлений, 9 из которых раскрыто. По 8 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 83 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За прошедшую неделю произошло 11 дорожно-транспортных происшествий. Пострадало 2 человека, причинен материальный ущерб. Так, 29 мая около 17 часов 30 минут в районе дома номер 3 по улице Рыбников произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Водитель одного из автомобилей выехал с второстепенной дороги со стороны средней общеобразовательной школы номер 4, не предоставив преимущества в движении транспортному средству, двигающемуся по главной дороге. В результате ДТП в приемный покой Ненецкой окружной больницы доставлены водитель одного из автомобилей и пятилетний ребенок, который находился на заднем сидении транспортного средства без детского удерживающего устройства. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства совершенного дорожно-транспортного происшествия. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. В целях противодействия незаконной миграции граждан третьих стран и пресечения преступной деятельности организованной группы преступных сообществ с международными и межрегиональными связями, занимающихся организацией незаконной миграции торговлей людьми, с 22 мая по 2 июня проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал», в ходе которого выявлено 31 административное правонарушение. В целях пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, невыполнения обязанностей предусмотренных ПДД Российской Федерации водителями за тонированными стеклами, 2 июня текущего года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка», в ходе которого выявлено 10 административных правонарушений. 1 июня, в Международный день защиты детей, на площади Мараце и на площади поселка-искателей Ненецкого автономного округа состоялись детские праздничные мероприятия. В целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности задействовано 30 сотрудников ОМВД России по Ненецкому автономному округу и 6 сотрудников отдела Росгвардии. Нарушения общественного порядка и иных чрезвычайных происшествий не допущено. 29 мая в аэропорту Наринмары сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ненецкому автономному округу совместно с госавтоинспекцией и сотрудниками регионального управления ФСБ задержан мужчина 83-го года рождения за дачу взятки в размере 50 тысяч рублей сотруднику отдела ГИБДД сотрудниками Наринмарского межрайонного следственного отдела Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания УМВД России по Ненецкому автономному округу ведется следствие За совершенное преступление подозреваемому грозит 8 лет лишения свободы Следователям следственного отдела УМВД России по Ненецкому автономному округу В отношении двух жителей округа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации Мошенничество при получении выплат Так, в период с июля 2013 года по октябрь 2015 года двое жителей Наринмара совершили хищение денежных средств путем участия в региональной программе по оказанию финансовой поддержки при трудоустройстве инвалидов Злоумышленники представили в Центр занятости населения фиктивные документы якобы свидетельствующие о приобретении оборудования для инвалидов, трудоустроенных у них на основании которых получили денежные средства в общей сумме 165 тысяч рублей В действительности оборудования для инвалидов закуплено не было В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия направленные на установление всех обстоятельств указанной противоправной деятельности 4 июня в дежурную часть УМВД России по Ненецкому автономному округу обратилась жительница Наринмара с заявлением о краже колеса с автомобиля В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлено что 2 июня текущего года гражданин 98 года рождения совершил хищение колеса с автомобиля припаркованного на территории автостоянки аэропорта Наринмара В настоящее время похищенное колесо изъято и возвращено заявительнице По данному факту в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотрено статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией, который состоится 26 июня текущего года сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу проводят творческий конкурс «Мы против наркотиков» Конкурс направлен на повышение доверия к правоохранительным органам формированию подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения а также привлечение внимания граждан к проблемам наркомании и наркопреступности Применять участие в конкурсе могут жители округа, организации, творческие коллективы Участники конкурса могут отправить свои фотоработы и контактные данные фамилии, имя, отчество и номер мобильного телефона на адрес электронной почты mvd83sobaka.mvd.gov.ru с пометкой в теме письма «Конкурс» На фотографии должна быть изображена информация, пропагандирующая здоровый образ жизни и негативные отношения к наркотикам Также для участия в творческом конкурсе принимаются рисунки и плакаты на антинаркотическую тематику Работа принимается до 27 июня текущего года Группа информации и общественных связей у МВД России по Ненецкому автономному округу по адресу Город Наринмар, улица Вучейского, дом 13, кабинет номер 208 Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 8 911 670 9124 Работы будут оценивать конкурсная комиссия В состав которой войдут полицейские и представители общественного совета при УМВД России по Ненецкому автономному округу Торжественная церемония награждения победителей творческого конкурса состоится 30 июня 2017 года в здании УМВД 1 июня 2017 года с 10 до 13 часов в день празднования Дня защиты детей во Дворце культуры Арктика госавтоинспекторы, сотрудники отдела по вопросам миграции и информационного центра УМВД России по Ненецкому автономному округу совместно с аппаратом администрации НАУ и сотрудниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг провели акцию под условным названием День государственных услуг В рамках акции все обратившиеся граждане смогли зарегистрироваться на едином портале госуслуг а также подтвердить или восстановить свою учетную запись Сотрудники полиции рассказали гражданам о преимуществах в получении госуслуг в электронном виде а также о скидке в 30% при оплате госпошлины за услуги отдела по вопросам миграции и отдела ГИБДД Всего в акции приняло участие 10 человек Стражи порядка напоминают, что для регистрации на портале госуслуг вам потребуется страховой номер индивидуально-страхового счета СНИЛС номер мобильного телефона и паспортные данные Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений сообщайте об этом в дежурную часть УМВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26 Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю Будьте бдительны, берегите себя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова